ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ НА ЮТУБЕ И конечно же, если у вас есть что добавить к моим советам, пишите это в комментариях. Погнали! Первое. Обувь. Кому-то этот совет покажется спорным, однако, по моему мнению, наличие обуви на ваших ногах увеличивает шансы противника обнаружить вас. Давайте проведем небольшой тест и послушаем звуки шагов с обувью и без нее. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Второе. Предупреждение о препятствии во время прицеливания. Будьте внимательны. Если, используя прицеливание для ближнего боя, вы заметили вот такой вот красный кружок, то знайте, пуля попадет именно в него, а не туда, куда вы целитесь. Если со стенами это еще более-менее очевидно, то с другими объектами вроде тумочек и столов это не так. Поэтому еще раз обращайте на это внимание. В третьем пункте продолжим тему прицеливания. Если вы зажмете клавишу shift во время прицеливания для дальнего боя, вы задержите дыхание. Это даст вам дополнительное увеличение и более стабильный прицел. Однако обратите внимание на значок легких справа от полоски хп. Он показывает, сколько воздуха у вас осталось. Как только воздух закончится, прицел вернется в свое обычное состояние, а вам потребуется определенное время, чтобы восстановить дыхание. Задерживание дыхание очень полезно, если у вас вообще нет никакого прицела, а вы уже видите неприятеля. И конечно же оно очень пригодится, если враг находится на далеком расстоянии. Кроме того, отмечу, что при использовании оптики задержка дыхания не даст вам дополнительного увеличения, а просто увеличит стабильность прицела. Имейте также в виду, что во время бега дыхание не восстанавливается. Чтобы его восстановить, вам нужно сбавить шаг или остановиться. Четвертое. Быстрое перемещение. Если вы вдруг оказались за пределами безопасной зоны, и вам предстоит долгий путь в нее, чтобы увеличить свою скорость бега, уберите оружие. Ваш персонаж побежит быстрее, а у вас появится больше шансов добежать до того, как зона убьет вас. Однако будьте наготовы в любой момент достать оружие, так как таких бегунов очень часто встречают неприятели на входе в безопасную зону. Кроме того, если вы хотите увеличить скорость, когда плывете, нырните под воду. Мало того, что этот способ передвижения по воде более скрытный и безопасный, он еще и более быстрый. Это может спасти вам жизнь, если вы не нашли лодку и вынуждены плыть в безопасную зону. Однако будьте внимательны и следите за уровнем кислорода. Если у вас заканчивается воздух, вынырните и наберите его, чтобы не дай бог не утонуть. Пятое. Положение машин. Если вы увидели машину и сомневаетесь, приехал ли на ней кто-то или она здесь зареспаунилась, посмотрите, в какую сторону у нее смотрят фары. Если фары смотрят на восток, то, скорее всего, в этой машине никого не было с начала матча и она здесь зареспаунилась. А это значит, можно немножко расслабить булки. Некоторые умники, однако, уже знают об этой особенности и специально ставят свои машины фарами на восток. Видимо, эти салаги не в курсе, что если на машине кто-то приехал, у нее горят задние фары. Поэтому обращайте на это внимание. Шестое. Гранаты. Грамотное использование гранат является уже высшим пилотажем в игре. И главное, что вы должны тут знать, это то, что граната взрывается через 5 секунд после того, как вы выдернули чеку. Не забывайте об этом для того, чтобы не подорваться на гранате самому. Ну и не кидайте гранату сразу, подержите ее немного для того, чтобы уменьшить время до взрыва после того, как она упадет рядом с врагом. Таким образом, вы уменьшите время, отведенное неприятелю для того, чтобы убежать от взрыва. Соответственно, увеличьте шанс на то, что он получил дамаг, и по нему осталось всего пара патронов. Седьмое. Сковорода. Многие думали, что она совершенно бесполезна, но на самом деле это отличная защита, так как ее не берет никакое оружие. Если ваш враг стреляет и попадает в нее, вам не проходит дамаг, и она спасает вашу пятую точку от лишних дыр. Кроме того, если враг находится не сзади, а спереди, а у вас, к примеру, закончились патроны, и вы не можете атаковать в ответ, возьмите скороду руки и используйте ее как щит. Не факт, что вам повезет, и пули попадут в нее, однако, чем черт не шутит. И последнее. Прятки в траве. После того, как в первом крупном обновлении разработчики убрали нам возможность контролировать настройка листв и количества травы на земле, и сделали один из моих советов с предыдущего брифинга неактуальным, многие уверены, что окажутся в безопасности, если залягнут траву, однако это не совсем так. Это актуально только если враг находится на небольшом расстоянии, и у него нету прицела. Дело в том, что на большом расстоянии трава не прорисовывается совсем, видимо, из-за соображений оптимизации. Естественно, неприятель с хорошим прицелом легко заметит вас с одинокого ползущего по лысому холму и отправит вас на тот свет. Поэтому не старайтесь спрятаться от врага, которого вы не видите в траве. Тем не менее, если враг находится на близком расстоянии, то в траве вполне себе можно спрятаться, только имейте в виду, что лучше при себе иметь рюкзак первого уровня и снять второе оружие. Только тогда можно будет надеяться, что вы будете действительно скрыты травой, и ничего не будет возвышаться над ней, делая из вас акулу в чистом поле. На этом брифинг окончен. Если вы не видели первую часть, обязательно посмотрите ее. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если брифинг был для вас полезным. С вами был мародер Нубасов 120 Гигабайтович, и до встречи в следующих видео.